Атака клонов. Лицензирование управляющих компаний, которое должно было отправить всех нерадивых коммунальщиков в мусорную корзину истории, завершилось. Выводы делать пока рано, но любопытные процессы, за которыми весьма познавательно будет понаблюдать, уже наметились. Воротилам коммунального бизнеса, что смогли заполучить путевку на рынок ЖКХ, теперь предстоит выдержать еще один экзамен – удержать те дома, что находятся у них на обслуживании. Битва за клиента обещает быть беспощадной. Из 104 компаний, которые получили лицензию 67, пока пустышки, у них нет жилого фонда. А значит, их основная задача, если они хотят выжить – заполучить его любой ценой. Похоже, как раз такая борьба сейчас разворачивается в Ленинском районе Самары. Еще в конце лета на домах здесь появились листовки прямо противоположного содержания. Одни завлекали жителей заключить договор с новой управляющей компанией на выгодных условиях, другие призывали граждан к бдительности, мол, будьте осторожны, мошенники не дремлют. При этом и те, и другие объявления подписаны были неким коммунальникам. Только в одном случае речь идет просто об ООО, а в другом добавлены две буквы – УК. Дьявол, как известно, кроется в деталях, но вот разглядеть их не все способны. Пенсионеры, чьи дома оказались втянуты в непонятные игры, забеспокоились. Смутило, конечно, смутило. Я даже всех предупреждала, смотрите на квитанции, а то еще вам пришлют квитанции двойные. А то платим, да попадем не туда, а я и не посмотрел. Идет какая-то мышиная возня, это вот прям борьба за власть, так сказать, кто кого. Это очень некрасиво. Это огромные деньги, это понятно, и все пытаются нас развести на эти деньги. Во дворе домов по Владимирской собираются старшие по домам. 92 многоэтажки Ленинского района уже 7 лет обслуживает управляющая компания «Коммунальник». Нельзя сказать, что от этого факта жители в восторге. Претензий накопилось масса – от прохудившихся крыш до аварийной проводки. В начале лета у компании сменился собственник, ее выкупила Нижегородская ЖКС, и люди понадеялись, что новые управленцы наведут порядок. Но собственников квартир ждал крайне неприятный сюрприз – пустые счета. У нас действительно денежки к тю-тю. У нас ежемесячно собирается где-то около 500 тысяч. А почему сейчас нету ни копеечки? Это отчет за прошлый год, что на текущем ремонте осталось 350 тысяч 92 рубля. Это переходное. У нас еще должны быть деньги, но у нас денег нет. У нас четырехподъездные, девятиэтажные, 216 квартир. Вы знаете, здесь какая должна быть сумма? Не успели отойти от первого шока, делятся журналистами жители, как оказались тянуты в новой интриге – в конкурентную борьбу между бывшими менеджерами коммунальника и нынешними. По словам активистов, экс-гендиректор Анатолий Горшков начал агитировать их перейти в новую компанию, которая от чего-то дали тоже название. От этой путаницы, говорят люди, у них голова кругом. Был звонок лично мне, и он мне сказал, что ну вот я организовываю новый коммунальник, давайте с нами, я говорю, нет, мне все равно в общем-то с кем работать, лишь бы работать, а с вами я не пойду, потому что вы меня выставили по сути дела перед людьми идиоткой какой-то. Я только удивилась, а на какой базе он это будет делать? Если у нас есть коммунальник, у нас есть дом управления, ЖУ, который там, там слесаря, там сварщики. Мы сейчас к вам приедем, договор вы подпишете, я говорю, нет, мы договор подписывать не будем. Он говорит, вы думаете, там будет лучше? Это же чужие, Нижний Новгород, они бизнесменные, они еще больше брать будут. Я говорю, а куда же больше-то, когда ни копеечки вы нам не оставили? Если в ходе этих разбирательств действительно кто-то из председателей МКД захочет обратиться в правоохранительные органы, я подниму только две руки, скажу, давайте. Сергей Кирин, нынешний топ-менеджер УК Коммунальник, в Самаре человек новый, приехал из Магнитогорска. Теперь, говорит, вынужден одновременно разбираться и с тяжелым финансовым наследием, и с тем, что он называет нечистоплотной конкурентной борьбой. Подозрение на то, что, ну, мошенническая схема, то есть запудрить мозги людям, особенно пожилому населению, они не глядя возьмут, а у коммунальника, коммунальник, а да давайте. Непорядочность в этих действиях однозначно есть. Они не останавливаются, они ходят, они названивают. Кто-то мне даже говорил из собственников, что названивают чуть ли не с угрозами, чуть ли не с угрозами, что да вы что, да вы как, и вас там обманывают. Так ли это на самом деле выяснить оказалось несложно. Под видом жителя, заинтересовавшегося рекламой нового коммунальника, я позвонила в эту контору. А точнее, на сотовый телефон, указанный в объявлении. Сотрудница нового коммунальника и впрямь не скупилась на критику конкурентов. Мы в шоке. Там не знаю, как будем пускать отопление, потому что там до такой степени. Ну там воровали, там не ремонтировали дом все это время. Там вода в подвале стоит. Ну это ужас, трубы гнилые. Самое-то смешное, понимаете, был Горшков, пусть он плохой был, да, но он ремонтировал дома и на счету у домов были деньги. Горшков ушел, сейчас все дома должны, все в минусах. Это как такое может быть, где деньги? Но это с его уходом они пропали эти деньги или как это вообще все произошло? Нет, с его уходом еще были деньги. А потом куда-то сидели, да, но я вам объясняю. Пришел к власти, купил компанию Нижний Новгород. Ну какой дурак будет. Это мы местные, мы здесь работаем, мы здесь живем. Они пришли отмывать деньги. Допустим, все верно. Но вот только зачем новой компании брать имя той, что так оскандалилась? Выяснить не удалось. Как и связаться с самим господином Горшковым, который то ли имеет отношение к новому коммунальнику, то ли нет. История мутная. А почему названия одинаковые? Ну, на этот вопрос я вам не могу ответить, потому что это вот как решили учредители, так и создали. И поэтому, у меня уже, знаете, вот у меня тоже, как у нормального человека, я в первую очередь так смотрю и говорю, а что, говорю, больше других названий не существует. Ну, мне сказали, это не твое дело, как говорится, не твоя компетенция. Мы другая коммунальная компания, которая будет на нормальных условиях работать, на реальных, и реальные работы проводить. На 18%, а это большая сумма, да? Мы делаем больше работ, это раз. Второе, мы не завышаем расценки. Ну, то есть квартата будет меньше, если мы уйдем к вам? Конечно, меньше. Горшков к нам никакого отношения не имеет, мы его единственное иногда используем как консультанта. Написано, директор Курганова, ЕА. А дальше идет общество с ограниченной ответственностью, управляющей компанией коммунальник, в лице генерального директора Горшкова. Как есть, я вот вам показываю, кто все-таки там генеральный директор. Наша управляющая компания работает по упрощенной системе налогообложения. Это значит, минус 18%. То есть они, ну, дурят людей, говоря о том, что они будут на 18% меньше собирать с населения, и население будет платить. Ну, это просто вот такой маразм. То есть вы уверены, что это введение в заблуждение? Конечно. Единственный момент, это они могут сделать минус 18%, это только за счет недоказания каких-то услуг. О том, что в Ленинском районе за дома развернулась нешуточная схватка, в городском департаменте ЖКХ знает и говорят, на какие бы хитрости ни шли бизнесмены, последнее слово остается за жителями. И вот им к выбору коммунальной конторы, которой они доверят свой дом, нужно подходить со всей ответственностью. В первую очередь надо смотреть, что за этой компанией, сколько у нее техники, какое у нее преимущество непосредственно, потенциал для обслуживания того или иного дома. К нам звонят на корячую линию неоднократно и спрашивают, мы не знаем эту управляющую компанию, они каким-то образом начали управлять, начали выставлять квитанции. Возможно, качественная компания, то есть вопросов нет, но жители должны принимать решение сами. Ну, товарищи, мы не знаем, а это уже знаем, что они ничего не делали. Мы недовольны. Вроде как обещают, да, но результата никакого. То есть веры нет уже, да? Нет, нет, конечно. Не оправдал он нашим, надеялся. Мы коней на переправе не меняем. Мы попробуем поработать и с другими. Ну, не понравится, будем организовывать свое ТСЖ. Тоже неплохой вариант, может даже лучший. К тому же от битвы конкурентов жители могут получить и немалую выгоду. А вдруг она сподвигнет бизнесменов на коммунальные подвиги. Главное, чтобы все эти страсти не закончились обыкновенной мышиной возней. Вскрытие покажет. Есть такая старая недобрая традиция в Самаре раскопать свежеуложенный асфальт, чтобы поменять трубы, а затем бросить все эти окопы и траншеи месяца на два на три. Не археологическим раскопкам городские власти намерены положить конец. Процедуру выдачи разрешения на вскрытие ужесточат, а всех, кто роет другим ямы, без документов, накажут рублем. Ибо накипело. Как выяснилось, не все сетевые компании понимают, когда с ними по-хорошему. И возглавляет рейтинг непонятливых ОАО ПТС. Только статистика, никаких эмоций. Из 156 объектов ПТС по городу фактически каждый третий оказался брошенный. Из 150 протоколов, составленных на нарушителей, каждый второй составлен на эту компанию. За примерами лично мне ходить далеко не надо. Этим летом мне вообще трудно передвигаться до дома. Тротуары на Николая Панова, а их только-только сделали в прошлом году, уничтожены. Ява зияет уже третий месяц. А шевелиться рабочие начали только после того, как в ситуацию лично вмешался глава администрации Самары. Мы с вами по Николаю Панову сколько-то, так сказать, говорили, да? Дорогу, так сказать, сделали в прошлом году хорошую. Вскрыли, и два месяца там ничего вообще не делалось. Это недопустимо. Если есть необходимость, значит, продумать систему штрафов. Наносится урон экономике. Люди не могут в свое время добраться до работы. Эстетический вид нарушается города. И нас не должно волновать. Есть там техника, нет техники. Проволочек быть никаких не должно. Чтобы придать сотрудникам ПТС волшебное ускорение, Владимир Василенко едет по объектам, где сроки работ давно превысили грани разумного. Вот в блокаде накануне 1 сентября оказалась 108-я школа. Ямы почти все закопать успели, но ходить по грязи щебенки удовольствием мало, признается директор. В прошлом году было с одной стороны школы, теперь и поперек школы. Это не только неудобство. Это, конечно, тяжелая работа и непростая ситуация, когда приходится в последние дни доделывать, контролировать вот эти виды работы. Копать здесь начали еще два месяца назад. За это время даже старую трубу отопления демонтировать не успели. Не то, что прибрать за собой. Из-за этого школьный двор невозможно оградить забором, что требует элементарной безопасности. Разговор с подрядчиком бескомпромиссный. Вы здесь палатку разбиваете и живете здесь. Вы поймете директора школы, но в конце концов, не, ну просто навести элементарный порядок. А вы приедете ее будете демонтировать, резать, наверное, да? На КамАЗе вот на этих корнях будет грязь валяться, а шмотки здесь. А потом скажешь, на, директор, убирай. Ну, в том случае. А что это? В субботу трубы не будет. Уберем. Здесь же надо вычистить всю землю. Здесь все сделано. Субботу когда? Восколько субботу? Вечер. Вечер сделано? Вечер. Во дворах по улице Гастелло тоже не пройти, не проехать. Поначалу, говорят жители, они даже обрадовались. Мол, зиму встретят с новыми трубами отопления. Но шел месяц, другой третий, а конца и края нет. Терпение у людей лопнуло. Люди, когда начинают работать, они поперек делают временные мазки, так называемые. Они не сделали этого ничего, до сих пор не делают. Мы наш дом петлями обходим. Конечно, это неудобно. А здесь с ребенком выйдешь гулять на коляске и не знаешь, в какую сторону двинуть. Даже успели рвы обрасти травой. Да, там кустарик уже. Ни сварщиков, никого не было. Все, и испарились. И вот они буквально вчера, что ли? Да, вчера. Вчера появились. Сотрудники компании ПТС, а эти ямы и их недоработка оправдываются, вовремя не получили комплектующие материалы. Работу пришлось приостановить. Но эти отговорки главу департамента ЖКХ уж точно не устраивают. Подрядчик где? Подрядчик. Он задерживал. Задерживается что-то в трубах, все остальное опаздывает. Понял? Максимум, крайний срок, это 8-5 сентября. Это максимум, здесь. Отдать под восстановление благоустройства. Еще раз говорю, пока здесь не будет насчета благоустройства, ни о каком вскрытии в дальнейшем не будет речи. Придемте с тобой, челобитную бошку склонили перед людьми, поймут. Если мы объясним, если мы сделали здесь. Можно объяснить. Если здесь не сделали, ковырять там точно не будет этого. Владимир Василенко объясняет. Из сложившейся ситуации уроки извлекли все, и компания, которую оштрафовали на 300 тысяч, и чиновники. Разрешение на вскрытие по распоряжению главы администрации Самары Олега Фурсова будут давать только при условии, что все необходимые материалы у фирмы есть. Тех же, кто будет копать без оглядки на закон, научат город любить санкциями, которые доходят до полумиллиона рублей. Не сама цель наказать, не сама цель штраф. Цель заставить людей сделать свою работу. Вы, я смотрю, с ними так жестко достаточно общаетесь. Ну, куда делать? Куда делать? Жизнь заставляет. Ну и давайте, я уже говорил всем, вот сюда всех нас переселить, вот на этот объект. Пожить здесь вот три месяца в этом дерьме. И, наверное, каждый поймет, ну нельзя так делать, нельзя так по-свински относиться вообще и к работе, а особенно это к людям. Мы там в первую очередь. Здесь мы 8-го числа ставим себе задачу, мы 8-го числа здесь должны завершить работу и... Ну а если не опять подведут? Уже сейчас нет. Весь материал здесь, наличие здесь, я не вижу сейчас проблем. Наказывают не штрафом едином, так и в этом году в центре города сетевики дважды испортили только что отремонтированный асфальт, не спросив для вскрытия разрешения. За что и поплатились. Не только выплатили по 300 тысяч рублей, но и за свой счет восстановили дорожное полотно, во много раз превышающее площадь уничтоженного. Удачный опыт городские власти собираются закреплять и ужесточать. Так что уверена, следующие разные бизнесмены 7 раз отмерят, прежде чем один раз разроют. Ну а на сегодня пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся.